Здравствуйте, товарищи! Чиновники и олигархи решили разместить новый мусорный полигон в истоке реки, менее чем в километре от жилых домов и несмотря на многочисленные протесты местных жителей. Внимательные зрители сейчас скажут, погоди, ты нам это все рассказывал уже в видео про полигон в Плотниково. Нет, ребята, не спешите с выводами, речь не про Плотниково, речь про Берцк. В маленьком курортном городке под Новосибирском, так же как и в Плотниково, хотят устроить очередную свалку на земельном участке, расположенном на возвышенности, буквально в сотне метрах от реки Раздельная, которую местные зовут Гуменкой. Это та самая река Раздельная. Мы сейчас с вами находимся в самом ее устье, в том месте, где она впадает во вское водохранилище. А чуть выше по течению расположены сотни, если не тысячи дачных участков. Эта речка проходит через весь город Берцк, а берет она свое начало от того самого мусорного полигона. А это практически исток реки Раздельная, расположенный буквально в сотне метрах от планируемого полигона. За вот этими вот косогорами, вот там, на самом верху, планирует разместить полигон твердых бытовых отходов. И представьте себе, куда будет стекать вся вонючая грязная жижа, образующаяся на мусорном полигоне по вот этому вот косогорку. Очевидно, вот сюда, в реку Раздельная. Воды этой чистой речушки питают три десятка дачных обществ. На ее берегах живут тысяч двадцать человек, и впадает она вопь неподалеку от городского водозабора Берцка. А значит, то, что течет в гуменке, может оказаться в кранах каждого берчанина. Какие-то таллы, какие-то осадки, вода будет уносить всякие токсины в эту речку. Куда ей деваться-то? И там либо надо очень хорошие какие-то мероприятия проводить там для того, чтобы не выпускать. Но это же затратно. Я думаю, что те, кто организовали эту свалку, они на такие затраты не рассчитывали. И с одной трубы все питаются. Он просто раздает ее в разные трубы. Вода одна и та же. Только единственное, что городская вода, она потом проходит какие-то очистки. А наша вода, она просто техническая. Просто чисто из водохранилища перегоняется. В 2019 году вот в речку Раздельная сбросили мешки с свиными отходами. И, естественно, вся вода пропиталась. И эта вонь стояла по всей реке до моста, до впадения вопь. Но эта речка идет не только здесь, в Марином лагу. Также она захватывает Иву, СНТ Ива и СНТ Солнечный. А если здесь будет полигон, то есть вода будет вонять круглый год. У нас шикарное место. Очень хорошее место. У нас экологически действительно чистое место. Вот посмотри, если вокруг посмотреть, у нас кругом березы, у нас лес. Да, у нас есть овраг, но там идет водичка. У нас там бьют ключи, чистые ключи. У нас есть родник, откуда люди берут воду. Это много значит. У нас бобры живут, запруды, много живности всевозможной. И хорьки есть, и зайцы у нас вот здесь вот водятся. И так же, как из Плотникова, устроить свалку решили прямо под носом у людей. От границы земельного участка, выделенного под полигон, до ближайшего жилого дома в поселке Маяк порядка километра. А до СНТ Мариенлок так и вовсе метров пятьсот. Для меня это было шоком узнать во время строительства, что за моей спиной будет свалка. Прямо в километре от моего дома. Вот как будто живешь-живешь, ничего плохого тут на тебе. Вот такая мина замедленного действия, второй полигон. У нас и так уже есть один полигон, и он находится в границах города Берска. И тут буквально в пяти километрах от центра города, за Берским кладбищем, вдруг возникнет новый полигон. Я категорически против этого полигона. И я говорю от имени всех жителей нашего поселка, все возмущены. Потому что вот вы, мы вот стоим, ветер идет с той стороны. Это наш поселок задохнется. Стаи птиц на своих лапах, они садятся у нас в маяке, кормятся, и они разносят инфекцию. Это прямо стаи, стаи. И мы возмущены этим, что у нас будет здесь полигон. Нам этого не надо. Мы хотим чистый воздух, чистое небо, чтобы нам дышалось комфортно и хорошо. Срок эксплуатации действующего мусорного полигона в Берске истекает только через 10 лет, в 2031 году. А в случае установки сортировочной линии его можно увеличить до 25 и более лет. Зачем же тогда нужен еще один полигон, если от него до центра города 5 километров, а до ближайших дач всего-то метров 500. Может быть дело не в мусорной реформе, и уж тем более заботе об экологии, а в банальной жажде наживы? Ведь нет того преступления, как писал Маркс, на которое не пошел бы капитал ради 300 процентов прибыли, даже под страхом виселиц. Ну как можно относиться так к деньгам, к прибыли, когда можно попереть все, и то, что там наше кладбище, и то, что там у стереки раздельные, мы водичку будем пить. Это и с точки зрения этической. На кладбище будут пакеты мусорные на крестах, на деревьях. В моей голове не укладывается, когда ты сам берчанин, когда все берчане восстали против, когда понятно, что это, ну для берчан это зло. Вообще-то полигон это самый неэффективный способ обращения, самый неэффективный. Чтобы он нормально эксплуатировался, необходимо очень огромные средства. Можно и ничего не делать. И тогда, и тогда, и тогда будешь получать прибыль. Сыпят мусор, и сыпят, и сыпят, и сыпят. Самое главное, что не узнаешь, сколько высыпали. Одну тысячу тонн, или сто тысяч тонн, или двести тысяч тонн, да, раз сама. Очень хорошо можно спрятать любой отход токсический, да, и он проявится не через месяц, не через два, а может быть через год, а может быть через три. Десятки норм по H-хлор, по H-фтор, по другим компонентам, которые находятся и образуются, находятся и образуются при разложении и окислении отходов на свалках. Натрий-хлор, натрий-фтор, значит, калий, значит, барий, магний, значит, они малотоксичны, но когда их много, они становятся токсичны. То есть, по нормам, которые есть это, они уже представляют опасность. Территориальная схема обращения с отходами утвержденное постановлением правительства региона за номером 292-П предусматривает размещение на территории Искитимского района объекта ТКО мощностью 120 тысяч тонн в год. 5 июля 2018 года администрация Искитимского района по обращению гражданина Шалдова ДС дает согласие на включение вот этого земельного участка в схему размещения ТКО. Запомните эту фамилию и этот кадастровый номер, они нам еще пригодятся. 8 октября того же года регистрируется ООО «Полигон», директором которого восстановится, кто бы вы думали, Бинго Шалдов ДС. Директор этого полигона, ну хороший парень, хороший парень, ну что с ним самое, ну вот взяли бы, чтобы у каждого человека, кто будет спроектировать или эксплуатировать, должен быть опыт, тем более руководителем, директором, да, ну взяли бы его бы, поставили бы на год директором существующего полигона и сказали, вот тебе год, да, вот ты поработаешь год, и вот открываешь книжечку «Правил эксплуатации», чтобы было там же по всем пунктам, сможешь сделать, будешь директором. Спустя чуть менее года в августе 19-го администрации Бердска и Искитимского района подают совместную заявку в областной МинжКХ на размещение объекта ТКО, обслуживающего советский район Новосибирска, Бердск и Искитимский район. Еще через два месяца в терсхему был спешно внесен некий частный земельный участок, который по договору аренду номер 6 от 4 февраля 20-го на платной основе был передан в пользование того самого ООО «Полигон» на целых 20 лет, да еще и с возможностью пролонгации. Смотрим его кадастровый номер, помните, я просил вас его запомнить? Да, это тот самый участок, выделенный администрацией под объект ТКО по обращению прозорливого гражданина Шалдова, предвидевшего не иначе не только будущую регистрацию юрлица, где он станет директором, но и заключение договора аренды на тот самый частный земельный участок. А кто же тот частный собственник, которому принадлежит эта земля? Смотрим подписи в договоре Голубев В.А. Кто этот человек, бердчанам, думаю, объяснять не надо. Простому человеку, скажем так, невозможно выкупить какой-то участок земли, сколько-то гектар, быстро все оформить, подготовить и дело только уперлось почему-то там в протесты каких-то там жителей Бердска. Но это мелочи. Мне бы хотелось поднять вопросы компенсации со стороны государства, чтобы, допустим, если уж вы так хотите здесь именно свалочку организовать частную, давайте выкупайте тогда у нас по себестоимости. Как сносили Бугринский мост, да? В зоне сноса ты-ты-ты-ты. Да, пожалуйста, ликвидируйте СНТ Марин Лог. Да, мы согласны. Дальше завода раздел куда-то, что-то как-то, да? Только государство. Давайте, пожалуйста, без вопросов. А с Голубевым будете сами разбираться. Но одного удара предвидения гражданина Шалдова в этом деле недостаточно. Надо еще иметь договор с государственным заказчиком, министерством ЖКХ Новосибирской области. Во всяком случае, именно такие выводы можно сделать из постановления правительства номер 10-п от 19 января 2015 года. Но вот беда, договора никакого нет, а МинжКХ не является государственным заказчиком строительства данного объекта. Но как же так, спросите вы? Ты же сам нам говорил пару минут назад, что этот участок еще в 19-м внесли в терсхему? Да, говорил. Да, внесли. Но вопрос этот не ко мне, а к прокурору. И я рекомендую каждому оберчанину, который смотрит сейчас это видео, обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением. Чем больше будет таких обращений граждан, тем скорее восторжествует закон и справедливость. Мощность полигона была установлена правительством Новосибирской области 120 тысяч тонн в год. Это о чем говорит? Это объект первого класса опасности. Санитарная защита зона. Один километр. Они что сделали? Они просто взяли и сделали проект на 40 тысяч тонн. Наняли экспертную организацию, которая, даже не выезжая сюда, ей просто произвели документы в Кюменской области, провела экспертизу. И они эти липовые документы приставили в Роспотребнадзор и получили санитарное пенсическое заключение. Вот и все. Министерство ЖКХ внесло поправки в территориальную схему и снизило менее 40. Для того, чтобы попасть под гигиенические нормативы, потащить этот проект. А где гарантия, что они, когда его узаконят, они потом опять эту мощность не увеличат? В территориальную схему в 2016 году был включен земельный участок, который не подпадал под эту зону, по сути, по своей категории, по назначению. А как его тогда могли включить территориальную схему? Это потом только поменяли зонирование. Причем, жители Маяка, присутствующие тогда на публичных слушаниях, они высказались против изменения зонирования. И, тем не менее, никто не учитывал это. Земельный участок был включен задолго до того, как он приобрел статус, хотя бы имеющий право входить в территориальную схему. ООО «Полигон» заявил кадастровый номер другого земельного участка. А если вот так вот смотреть с точки зрения закона, ну, если любой бы человек посмотрел бы, ну, это нас не касается, мы на эти слушания не пойдем. И почему-то, ну, проиграли суд почему-то. Хотя, на мой взгляд, с такими нарушениями нужно проводить повторно публичные слушания, заявлять в земельный участок. Почему не спрашивают жителей? Почему строят свои планы без согласия коренных жителей? Почему у нас так получается? Почему вот не проводят беседы, допустим, согласны мы, не согласны мы? Раз решили, все сделали, а нам это надо, нам это не надо. Но не только бердчанам этот полигон может создать проблем. В непосредственной близости от него располагается аэродром Бердск-Центральный, и злополучный полигон оказывается аккурат в приаэродромной зоне. Сейчас будет немного нудной, но важной информации, наберитесь терпение и досмотрите, пожалуйста, до конца. Это важно. В 2009 году аэродром перестал использоваться военными, и сейчас его эксплуатирует новосибирский авиационно-спортивный клуб ДСААФ России. Земельный участок под аэродромом в собственности Российской Федерации. Право бессрочного пользования у Минобороны. Пять лет назад распоряжением правительства России аэродром Бердск-Центральный переведен в статус совместного базирования для экспериментальной авиации, находящейся в ведении Минпромторга. Теперь на нем разрешено совместное базирование Минобороны, Сибния имени Чеплыгина и ДСААФ. Сейчас идет передача этого земельного участка от Минобороны к Минпромторгу. Зачем я вам все это так долго рассказывал, и почему это было важно? Дело в том, что размещение в районах аэродромов объектов ТКО должно быть в обязательном порядке согласовано с эксплуатантом аэродрома. И такое разрешение ООО «Полигон», оказывается, уже получило. Увгуб Сибния имени Чеплыгина. Каким уж путем получило, сейчас значения не имеет. Важно то, что эксплуатантом аэродрома пока не завершен процесс передачи является Новосибирский авиационно-спортивный клуб ДСААФ России. И согласовывать-то получается надо было с ними, а не с Сибния. Может, такую оплошность допустили намеренно, чтобы успеть пройти экспертизы? Ведь у военного ведомства наверняка бы возникли вопросы и КОО «Полигон», и к администрации области вопроса обороноспособности страны, кто будет отвечать за безопасность полета. А ведь аэродром «Бердск-Центральный» входит в реестр посадочных площадок для возможного базирования и авиации общего назначения. А участок под «Полигон» находится в 15-километровой зоне аэродрома, где запрещено размещать объекты, способствующие массовому скоплению птиц. В первую очередь, полигоны ТКО. Или когда все будет узаконено, аэродром придется закрыть, как не отвечающий требованиям безопасности. Существует понятие «преаэродромная зона». Это что значит? В черте 15-ти километров вокруг территории запрещено открывать мусорные полигоны, которые способствуют скоплению птиц и других в целях безопасности полета. Что они сделали? Они взяли, подсунули липовые документы руководству «Себня». Обманули в чем? Они сказали, что там будет построен закрытый полигон, и те дали согласие. А потом, когда узнали, естественно, начали по пятнам включать, что мы не знали, нас обманули. И вот эти документы разжительные, они собираются предоставлять потом государственную экологическую экспертизу. Кстати, журналисты направили соответствующий запрос в «Себня». Правда, ответ они получили, и теперь им, видимо, придется объясняться не только за это согласование, но и за нарушение закона о СМИ. А еще, надо полагать, придется объясняться правительству области за внесение этого участка в терсхему и главе Бердка Шестернину, который одной рукой бьет по столу и обещает объявить голодовку против полигона, а другой подписывает совместную с администрацией Скитимского района заявку на размещение объекта ТКО. Травникову нашему губернатору задавали вопросы на словах. Он вроде говорил, что он против, будем разбираться, делать все по закону. Какого же было мое удивление, когда выяснилось, что публичных слушаний в городе Бердске не было, в городе Скитиме они были, но их потом признали незаконными и вроде бы когда же отменили. Экологической экспертизы не было. Обязательно экологическая экспертиза опять же с обсуждением с жителями. Так вот могу сказать, что даже к первым шагам еще никто не подошел. Даже близкие еще не подошли, потому что я уже сказал, что первое, с чего начинается, это обсуждение вопроса земельных участков. Поэтому вот эти страхи по поводу того, что чуть ли не поступили к строительскому объекту... А что там? Евгений Анатольевич не мог ответить, вы ответите, что там строят? Я вам ответил, а надо заменять. Меня сейчас не надо. Вы сказали, что Ланусь тут. Как ничего не строят? 12 мая 2020 года в Скитиме прошли слушания о том, что будет строить здесь этот мусорный полигон. Публичные слушания 12 мая, момент этой пандемии. Я же вам сказал, что первые шаги, которые нужно предпринять, это как раз публичная связь. В разгар пандемии собрали там 20 человек, собрали. Говорят, автобусы в Сберске народ привезли. И что вы думаете? Мы, кстати, подтверждение нашли. Посмотрели протокол вот этого своего заседания, а там в Преник-то одни берчане. Мы не поленились, посмотрели. Они, оказывается, все работают у господина, там, вашего олигарха, который в Берске этот полигон и лоббирует. Ждать от власти областной о том, что они внесут изменения в свое постановление и выберут вдруг другой земельный участок, не приходится. К чему тогда вот эта реформа мусорная, которая должна бы предполагать изменить ситуацию в стране? Строительство заводов, сортировочных линий. А по итогу, ну, по крайней мере, в нашей области-то ничего не меняется. Мы ищем места для складирования мусора, но никак не рассматриваем иные способы утилизации отходов. Я не устану повторять в каждом видео о так называемой мусорной реформе, что Карфаген должен быть уничтожен. Нам не нужна занароска мусорной концессии, нам нужна ее отмена. Нам нужна реальная мусорная реформа и мусороперерабатывающие заводы на существующих свалках, а не новые мусорные полигоны у наших домов. Мы не позволим загадить девственно чистую природу Сибири.